итак fm радиоприемник низкой промежуточной частотой конструкция совершенно неожиданная не запланированная спонтанная даже не было плана такое делать что-либо подобное потому что эта тема тема fm приемника мне не очень интересно поэтому я не собирался что-нибудь делать такое но недавно попалось видео на ютюбе совершенно случайно попалось видео где один коллега показывала работы этого приемника и я вспомнил что натыкался на эту схему уже недавно старый журналах радио нашел быстренько это журнал радио номер два за 1968 год хотя это перепечатки зарубежного журнала какого-то написано здесь вот радиотехника год 67 радиотехника или чешский а может быть ингрецкий журнал непонятно ну дай бог с ним приеме стиля ретро все транзитторы германиевые диоды здесь вот германиями поэтому я решил так и сделать его в стиле ретро на германии транзисторах что сразу не понравилось это отсутствие по цепи питания минус 9 вольт вот здесь видите прямая линия до отсутствие по цепи питания между каскадных развязывающих фильтров рц фильтр вот такие вот усилитель в че смеситель три каскады усиления печи каскады усиления н ч и эмиттерный повторитель нигде ничего не не развязано по питанию кроме гетеродина здесь из развязка резидеры 7 и конденсатор c10 поэтому еще на стадии разработки печатки я вот здесь все эти крестики поставил да здесь сделал разрывы проводника и предусмотрел вот эти вот один два три развязывающих фильтра и добавил конденсаторы электролита здесь и здесь катушки l1 l2 l3 l4 я сделал бескоркасные причем статье здесь нету номиналов и данных нету ничего пришлось так методом тыка смотреть другие конструкции примерно примерно мотать немножко не угадал по gtr1 угадал сразу катушку а вот входной контур l1 и коллекторе усилителя в чел 2 пришлось даже добавлять виток перематывать катушку теперь входная цепь слева это фрагмент усилителя в че и вместе с входной цепью как было журнале радио здесь в оригинале здесь то что я сделал ну сразу я был и видел что эта схема не очень удачная почему потому что он транзитер биполярный да еще германии имеет низкое входное сопротивление и он подключен ко всему контуру l11 один входному он шунтирует контур и тем самым ослабляет полезный сигнал здесь поставили разделители конденсатор 10 пикапарад малой области ну как-то компенсировать шунтирующие действия транзистора но это мало что помогло это одно второе штыревая антенна подключалась прямо к входному контуру вот испытания показали что в таком варианте слева оригинале станции принимались вообще плоховато еле-еле там слышно было поэтому я переделал чуть правильнее вот как здесь катушку перемотал дыдки те же но сделал отвод от середины вот здесь ну так нарисован но отвод от середины вот здесь уже можно в этом случае шунтирующий действие транзитора уже не так сказывается здесь можно увеличить емкость разделительного конденсатора я поставил 270 пикапарад тем самым уменьшить ослабление сигнала и кроме того между штыревой антенной и входным контуром поставил конденсатор 30 пикапарад и вот эти небольшие изменения подключение усилитель речи к отводу катушки через разделительный конденсатор увеличенной емкости плюс применение конденсатора между штыревой антенной и одним контуром сразу дало положительный эффект станции начали приниматься намного громче поэтому этот вариант конечно же более правильный вот так выглядит собранный fm радиоприемник с низкой печи плата получилась довольно большая ну как то так у меня получилось непонятно слишком растянул вот здесь был гитер один видно отверстие но пришлось его переместить сделать отдельно потому что это неудачное решение было это подошло бы до приемника к в диапазона но для фэмили у кого это уже нету случай там уже нужно специальные меры по разводке делать они так как я сделал то что традиционно то что пришлось выносить это один отдельно это один собран на транзитерах и 313 вот он на конструктивы от блока блоку к в у кого 22 и я тут думал крышечку поставить но оказалось что и без крышки нормально работает чем проблема почему пришлось переносить это один потому что если я тут его собрал и неправильно там нужно больше земли было делать это дальше и специальные там короче не так и как я сделал это один работает нас примеры на 100 мега это частоты и дает наводку на вход на все на на шины питания то есть даже по цепи питания я остеолог вам видел что капитальная наводка буквально 100 мили вольт или 50 мили вольт сигнал гетеродина то есть это не одеться сделали отдельно и все это убралось все эти наводки на входы на цепи питания все это убралось быстренько по плате антенна вот здесь кусок провода какого-то сантиметра на 60 или 70 просто его так подвесил вертикально какой-то монтажный провод усилитель врача gt313 смеситель gt313 3 каскада усиления пч 100 килогерц транзитера мт-40 или по 41 там какой где без разницы детектор 2 диода d9 каскад усиления мт-41 и эмиттерный повторитель мт-40 то есть все транзисторы германии диоды германии все согласно эпохи 60-х годов откуда и пришла эта схема питание два литий-ионных аккумулятора вот здесь примерно чуть больше 8 вольт но нормально работает и от сетевого блока питания это выход на внешне и конечный усилитель нче и я его сейчас попробую показать усилитель нче как его показать вот он если мне на видео на канале есть видео об этом усилитель я специального делал для того чтобы экспериментировать с приемниками для чего больше этим я и пользуюсь ну что включая питание и как-то он там работает подаю питание динамиками для споживача это отмывая от банковской таймнице до податковых потенки споживача это может быть проблема как с банковской таймницею и с тем что держава знать что и как купить споживачу украинец ну чекайте у нас было честно купе людей утром его ленинка предупреждает Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok